привет друзья пока андрей думает насчет стримов я думаю не насчет стримов если не петь рассказывал я сюда ехал и слушал книжку про карлсона как ты думаешь как 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 зовут родителя карлсона блин я вот нож я читал ее в детстве ну ну карлсон сын кого карла в общем здравствуй 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 папа вертолета человека вертолета сегодня речь пойдет у нас о оснастке об или а а если мо с накопа оснаст Apparently правильно всё все правильно об оснастке я постараюсь минимально тебя перебивать чтобы дать слово да так вы говорите какие то мне славою magma так сказать не они нет нет соответственно соответственно так сказать опережем счетом соответственно так сказать по большому счету мы начнем оснастке на самом деле в этом году На самом деле Оснастки вышло Достаточно много, вышло очень интересно Вышли, кстати, новые пильные диски Почему-то сюда упустили Из вида положить, вышли новые пильные диски Мужик спрашивал про артикул этого диска Хотел купить, давайте Этих дисков Выпускаются в четырех типоразмерах То есть есть 160 165, 190 И на вот эту вот малышку Где она у тебя висит? Вот она, твоя любимица На 115-й круг Соответственно, вот как раз для фасадных панелей Если кому любопытно, очень удобно будет Резать этим инструментом 571-й пилоте Написано мультиматериал, то есть он берет и ламинат И винил, да, кварц винил И что это, типа ЦСП? Да, все-таки основная задача ЦСП ЦСП, цементно-строжечные плиты Сейчас очень много идет сайдинга На цементной основе, то есть такие вот Под дерево имитации И, собственно, вот эта вот штука прекрасно подойдет Для этих целей А это что у нас Если, допустим, поговорить о ваших конкурентах Мне тоже самое диск, нет? Не по ЦСП, нет, случайно А, вот тоже получается А, по... А, так... Это же по-моему, ЦСП, да? Я не знаю Там написано цементно- Цементно-волокнистый И что-то там Ну, по форме зуба, смотри, очень похоже, да? Да-да-да-да-да-да Ну, тут на самом деле всего 4 зуба идет Или столько там, 5, да? Ну, здесь нужно отметить, что производители По большому счету догоняют рынок материалов На рынке материалов появились вот эти самые И становятся более популярными вот эти вот самые фасадные материалы В качестве отделки Ну, и для всех этих целей Я так понимаю, что много у кого сейчас Если еще не появилось, то появится в ближайшей перспективе Собственно, диски на самом деле очень интересны И, ну, если обычный диск не пилит Это позволяет пилит Ну, и обычно пилит все это дело болгарками Ну, а здесь уже без болгарки Почему зуб здесь маленький такой? Самый маленький, всего их 4, да? Ну, они, наверное, супер какого-то твердого материала сделаны Ну, это, если ты посмотришь Здесь даже есть вот такие вот красивые обозначения В виде, так сказать, граненного Да, и надпись Diamond Tove То есть алмазный зуб Алмазный зуб Вот такой вот Diamond Tove Ну, и, собственно, предполагает то, что Внутри этой самой напайки содержатся, в том числе, и технические алмазы Мультиматериал Про оснастку Что еще интересного из оснастки вышли? Вышли Тоже примерно в этом же самом ключе Так сказать, малозубые, назовем их коронки Как они малозубые? Ну, если есть диск и многозубые, так сказать То это будет малозубые Очень напоминает тоже эту систему Когда на диске 4 зуба А здесь получается на коронке На таком вот таком тазике Да, всего 3 зуба тоже Ну, да Он по длине, кстати А почему такая длина зубов? Рабочая поверхность на самом деле Вот всего лишь На самом деле Вот тут где-то Ну, предполагается Предполагается, что это диск Что это коронка все-таки перезатачиваемая То есть для того, чтобы иметь возможность Последующую, так сказать Подправку заточки Коронки, на самом деле, достаточно дорогостоящие Ну, и поэтому вот этот вот размер зуба Он предполагает некоторую возможность Ее переточки Собственно, эти коронки тоже Мультиматериал Тоже, ну, рабочая часть Это то, что выпирает над этим телом Да Да Теоретически, может это тело стачивать? Нет, не тело Нет, смотри Ты же в любом случае Когда ты будешь ее стачивать И если ты посмотри Даже самая крайняя точка этой коронки Она чуть выше Находится самого стакана коронки И, то есть в этом отношении Когда ты будешь подрезать Подтачивать ее Соответственно Она будет сохранять свою роботспособность Ну, при условии того, что тут очень правильно Сохраняя геометрию зуба Есть держатели, так сказать, уже под быстросъемы Наверное, ты такие видел Быстросъемные коронки Ну и Как они называются? Изи чеч, как-то у Макиты Да, у Боши как-то называется Тоже по-другому А как это быстросъем работает? Ага То есть ты в любом случае должен закручивать Ну, конечно Да, потом вставлять в фазы Потому что ты фиксируется в отверстии Ага Ну, опять-таки Да, здесь нужно сказать То, что коронка в данном отношении Подойдет под многие держатели Не только под оригинал Соответственно Вот это очень большой плюс Потому что, как правило У всех остальных производителей Под определенные специальные держатели А у тебя, грубо говоря, есть держатель Ну, нафига тебе полторушку там за держатель Переплачь, когда у тебя есть, грубо говоря Такой классический Причем его можно даже купить, знаешь, за сколько? Китайский какой-нибудь взять Там за 200 рублей, да? В зависимости от диаметра коронки Если сам держатель выдержит этот диаметр То да, можно Почему нет? Но коронка, как бы, она что? Гипсокартон Пеноблоки берет, дерево Гипсокартон Ну, здесь вплоть кирпичик Гвоздики ЦСП Те же самые У тебя одна коронка, если есть, рабочая Ну, что мы ее потестируем На стереолах Конечно Мы можем, на тебе, потестировать любую Давай выбирай, какую-нибудь жалко Мы сейчас возьмем тогда дерево Выбери ты, я тебе доверяю Дерево с гвоздями У нас Хотя, наверное, зря, да? Не, почему? Шуруповер потеряю Говорит тебе Знаешь, провокатор Знаешь, такой, где, знаешь Чтобы можно было максимально Для хайпа, чтобы там А что не сломалось Испортилось Не подошло А производитель, как бы, знаешь Там, приехал, как бы, и облажался Это наша задача сделать так А ваша задача Сделать так, чтобы, видите, все Камни лавировали Лавировали, выловировали Обошли И вот Смотри, вот она у меня здесь Самая большая коронка Дальше 127 миллиметров В принципе, есть Шурика можем просверлить нашу? Ну, если, если Адвантри взять То, я думаю, он справится Ну, давай попробуем У меня есть сверло на мультиматериал Я, я, натюрли Так Пилоты бывают разные Есть пилоты по деревяшечкам Есть пилоты со ступенчатой заточкой Как мы привыкли видеть Деволтовские сверла А, собственно, по металлу И есть пилоты Что в руках выдержал? Вот она Мультиматериал Собственно, мы сейчас будем сверлить Деревяшку И некие разновидности камня Поэтому будем брать пилот по камню Иными словами, центрирующий сверло Размеры пилотных сверел Они не совсем стандартные Ну, для нашего рынка, скажем таки Ввиду того, что Есть еще, так сказать Имчевые размеры Дюймовые, имперские То здесь вот обозначено 6,5 миллиметров На самом деле там 6,35 Это четверть дюйма размер Поэтому, в принципе Если вы не хотите в перспективе Потом долго бегать И искать, где найдется этот пилот по наличию Предварительно отверстие лучше просверлить Возможно, меньшим диаметром Но наметить обычным сверлом Которым найти, который проблемы большой не составит Ну, у нас сейчас эксперимент заключается в том Чтобы мы загнали Загнали три гвоздя И забили один в саморез В общем, основная идея у нас сейчас Посмотреть, протестировать Насколько все это дело будет работать С деревяшкой И, соответственно, с неоднородностями В качестве включенного туда металла Предварительно забитого Ну, да, кстати Нужно сказать, что это 127 миллиметров Диаметр сверления Поксимальный унитаз Да, и это немножечко превосходит Те возможности, которые у технических характеристик Указаны для этой дрели Ну, у нас это не пугает Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну шруб, мне кажется, там, наверное, подубил, да, зуби или нет? Нет, зуби целые. Как-то странно, кстати, да, зуби целые. Ну, давайте попробуем остальные материалы, попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажись, не для этого коронка, нет? Да нормально. Ну, а теперь давай деревяшку. Да, давай деревяшку после всего этого треша угара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как вы думали, делается сыр Моздам? Примерно так. Не, ну сильно. Я думал, что деревяшка уже не подтянет после этих истязаний. Ну, если вот так вот на ощупь пощупать зубчик, немножечко, конечно, подсела заточка, но не критично. Да, но, извини, не меня каленый саморез бахали. И еще пеноблок. Ну, вот не пеноблок, а это так, керамзит. Вот керамзит, кстати, на самом деле, наверное, не для керамзита. Это коронка, там надо другими алмазными какими-то коронками, наверное, проходить. А вот пеноблок вполне нормально работает. Да более чем. Кирпич, кстати, тоже берет оно. Коронки, они различных диаметров. Конечно же, существуют трубные диаметры для того, чтобы трубу пропустить. То есть, в принципе, да, предполагается для того, чтобы завести какие-то коммуникации. Та же самая 127-я, которая тоже самая канализационную трубу какую-то пропустить может быть. Собственно, вот эти вот все вещи, они как раз для всех этих инсталляций, монтажа, когда нужно некрасивое ровное отверстие, а когда нужно, чтобы это отверстие просто-напросто где-то там образовалось. Мы провоцировали, сейчас я тебя прервую, секундочку. Мы провоцировали смерть коронки, попытались сделать максимально нагрузить ее саморезом каленым. Пеноблок, конечно, для него слегка, семечек, кстати, пеноблок, это прямо рабочая тема, да? Этот шлакоблок, в принципе, нормально справился. Короночка вполне в рабочем состоянии, постоянно деревом мы прошли, достаточно неплохо прошло дерево. И единственное, что здесь, если, допустим, чуть-чуть, конечно, подсели зубы после каленого самореза, но она вполне рабочая, можно еще их подтачивать. Ну, здесь еще раз повторюсь, красиво, аккуратно отверстие не стоит, задача сделать, просто пройти отверстие, поэтому то, как она подсела, сказывается лишь только на то, насколько красивым получается отверстие на входе-выходе. То есть, ну, получается, в любом случае, рваное. Как-то так. Рваное, ну, это, я думаю, для этого инструменты это не критично. Так, что еще интересного, что может быть интересно для тех же самых ребят, кто работает и занимается там всевозможными инсталляциями, кстати, принцесса, не знаю. Может быть интересно, вот эти вот наборчики-то в кейсе. Ну, много задают вопросы, то, что, дескать, у нас свои оснастки уже целая куча, и хотелось бы получить просто систему хранения, которая позволила бы ее организовать. Поэтому, в принципе, мы бы хотели купить пустые чемоданчики. Так вот, приятная новость со следующего года. Мы сейчас пишем это в конце 2021-го, то есть, соответственно, с 2022-го года появятся они уже во всех своих типоразмерах, даже самые маленькие, так называемые, тик-таки, тик-таки, как их там называют шутейно, самые маленькие вот такие вот наборчики тоже будут поставляться пустыми. Петя, тебе на заметку, флешки складывать очень удобно. Собственно, система это позволяет организовать хранение. Конечно же, они поставляются на сегодняшний день, эти чемоданчики с разнообразными наборами оснастки, там есть и сверлы, и под различные заворачивания, под биты торкс, где только всевозможные торксы, под биты филипс, позидрайв, со всевозможными держателями, они могут быть с магнитом, могут быть без магнита. Варианты будут с держателями или просто пустые кейсы? Будут пустые кейсы, все кейсы будут пустые, а держатели и, соответственно, оснастка, аксессуары, они тоже никуда не денутся, они сейчас поставляются. И, собственно, тоже в различных вариациях будут существовать. Вот он открыт уже. То есть, собственно, в различных вариациях. Ну и точно так же, сейчас уже многое оснастка, поставляются те же самые наборы бит, могут идти вот на таких держателей. Защелочки по бокам. Да, 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 то есть вы купили оснастки, вот они уже идут на держателях расставленные, вы уберете, вставляете себе в нужный набор, ну и, соответственно, используете. Кстати, по-моему, даже эти держатели будут отдельно поставляться. Андрюш, вот у вас, конкурентов-то в этом сегменте практически нет. Та же самая система Меллоки, у них вот этих вот мелочей, мелких коробочек отдельно нифига нет. А единственный из профессиональных производителей, кто позаботился о такой, хоть казалось бы, да, мелочи, но есть же люди, которые фанатеют от бренда, они же просто от счастья будут организмировать то, что у них есть маленькие такие чемоданчики, где они могут свою мелочушку организовать. Потому что нет, это же не только органайзер, но плюс ко всему можно всякие вот эти вот... Да, штучки очень удобные. Она все собирается в систему, фиксируется и не растеряется. Самый большой чемоданчик, ну, я, как их в свое время, так сказать, шутейно разграничил, обозначил. Есть большой, я его назвал целым чемоданом. Собственно, в нем помещается большое количество оснастки, в нем разделено три секции. Такая, что продается в России или нет? Нет, она продается, поставляется, собственно, она имеет место быть. Ну, опять-таки, с оснасткой не пустая. Будет в скором времени и пустая. Будет в скором времени и пустая. Ну, здесь вы можете организовать три отсека, вы можете организовать то, что вам необходимо, каким образом. Три разграничителя, то есть даже если вы сюда насыпите каких-то там шурупов, впоследствии, когда вы будете открывать, они друг с другом не перемешаются. Вот такие вот перегородочки для того, чтобы можно было разделить все это дело между собой. Например, пилки какие-то, лобзиковые положить или еще что-то может понадобиться. То есть, пожалуйста, все это легко организуется. Следующий чемодан, это то, что я обозначил, назвал как половинка. Он, на самом деле, меньше, чем половинка. То есть, он может быть пристегнут на этот чемоданчик и, пожалуйста, легко переносить. Затем, так называемая четвертиночка. Это вот самые ходовые на сегодняшний день, наверное, наборы оснастки, которые поставляются. Это вот такая вот половинка от половинки. И самые маленькие, то, что я назвал восьмушка, это вот как раз идут расцепухой биты по 25 штучек. Собственно, различного там диапазона. То есть, одного размера. Например, Филипп, второй номер или пози-драйв. В общем, все, что необходимо. И сам, самый большой чемодан, он может быть достаточно удобно пристегнут. Можешь подать? Да, он может быть пристегнут. То есть, его типоразмер совершенно четко соответствует чемоданам тест-так. То есть, собственно, для того, чтобы все это дело переносить, можно все это дело зафиксировать и переносить на чемоданчики тест-так. То есть, в этом отношении удобство хранения, оно, как мне кажется, одно из самых, так сказать, интересных. Что касается чемоданчиков, это вот как-то так. Далее. Что еще интересного в направлении оснастки вышло? У нас обновились биты. У нас были представлены биты, которые предполагается использовать с шурупами, которые работают по профлисту. Самосверлящие шурупы. Ну, образуется стружка. Эта стружка, как правило, налипает на магнит, забивает эту биту, учищать ее несколько проблемно. Поэтому у нас были выпущены биты, у которых этот магнит был подвижный, ее можно было выдвинуть сюда немножечко вверх. Магнит свободен, вы его прочистили. Но вот это вот движение этого самого магнита предполагало, что бита становится длиннее. То есть, она становится длиннее, и не всегда, и не везде получается ей удобно работать. То есть, ну, она длиннее, чем обычная бита. Поэтому были выпущены укороченные версии бит, они как 50-мм биты. И фишка у нее в чем? У нее то, что уже подвижных этих элементов нету, но, пожалуйста, просто-напросто снимайте этот самый магнитик с коронки. Вычистили эту самую стружку и одели обратно. Пожалуйста, работайте. Эти, причем, да, эти, причем никуда не деваются, они точно так же остаются. Это восьмерочка, да, вот это самое популярное? Восьмерочка, они в размере восьмерочка, вот это 10, 13. А у тебя была короткая еще восьмерка, да, получается? А чем отличается вот короткая длина восьмерки? Ну, тут длина. А короткая без съема получается. Все, я понял. Она монолитная. Имейте в виду, что, ребят, есть просто со съема, она вот здесь изображена на картинке, а есть вариация просто вот она. Да, 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 есть без съема. Ну, не всегда. Где-то заворачиваете вы в дерево, стружки не образуются, зачем за это съем переплачивать? А если вы заворачиваете и закручиваете шурупы самостоятельно? Это ваша тема, ребята. То есть штука очень изящная, удобная в этом отношении. Ну, что вот это такое, я думаю, ты прекрасно представляешь. Кстати, знаешь что? Вот как раз-таки, когда говорим об этих мощных коронках, которые мы с ним про унитазы рассказывали, а если мы на гайковерт его поставим, попробуем просверлить? Ну, вся штука в том, что там, получается, ну, были похожие опыты, ребята на ледобур, ледобуром пытались просверлить гайковертом, да. Ну, в общем, сломали этот ледобур, нафиг порвали там все это дело, поломали. Поэтому она не предполагает, наверное, ударно-импульсного приложения нагрузки, поэтому здесь вот как раз зубьи могут повлетать, когда ты молотком по ней фигачишь, ну, с большим усилием. Ну, хотя, если ты обратил внимание, когда мы сверлили, там и получалось некое подобие ударов, зубьев мало, и когда они попадали на все эти самые железяки, которые внутри получалось... У тебя есть коронка, которая по дереву, именно вот такая вот, большая. Есть коронки, да, есть коронки биметаллические, многозубые, которые позволяют сверлить, в том числе, дерево с гвоздями. Еще раз скажу, это мультиматериал, это исключительно для того, чтобы сверлить все на свете. А где эта коронка, вот именно по дереву, которая такая вот здоровая, как она называется, как сверло фос, наверное, понял, о чем я говорю? Коронка, как сверло форстнера. Да, да, да. Она с самозаходным таким резьбой, вот такой у нее начинается, блин, как этот винт. Ну, что ты, Господи, делайте оснастку, да я поковыряюсь, найдусь. Ну, что ты, коронки по дереву, нет, там она с пятю-шестью зубами такая. Форстер, да? Ну, как фоснера сверло, только они до 127 миллиметров бывают, в прошлый раз ты привозил в желтый корон. Ну, форстер есть, сверло форстер, не как форстер, а форстер. До 127 миллиметров форстера? Да, да. Оно не совсем форстера, у него, знаешь, у форстера вот так вот два идет режущих элемента. Там три. А там идут режущие элементы, они по-другому расположены, они по краям расположены. А, ну, это, по сути, да, это тоже есть. Ну, смотри, форстеры, они тоже немножечко бывают разные, разный конструктив. Одни есть мебельные, как ты говоришь, которые вынимают и используют для того, чтобы посадить петли тех же самых каких-то шкафчиков, 27 миллиметров, еще чего-то. А, это форстеры для того, чтобы сверлить деревяшки, и там он прям буквально там тоже как кольцевой рубанок. Вот в тех случаях как раз этот перехранник на гайковер будет весьма полезен. Да, да, да. А, погоди, стоп, это же, блядь, на биту, е-мое. Да, на биту. А, там есть на 3,8. Есть наоборот. Там на 3,8 идет такая есть тоже перехранник, Антемио Локи. То есть у них посадка где-то под шестигранник 3,8. А, я понял. Ну, это не то. Но у вас нет на 3,8, да? Нет, пока нет. Также в этом году появилось очень интересно, про них уже много говорили, я там у себя обзор снимал, и ты, по-моему, уже что-то рассказывал. А это угловые насадки, так называемые трансформеры, Optimus Prime, их даже внутри компании называли. А когда угловая насадка может трансформироваться в различные рода изделия, скажем так. Нам все вспомнили. Ее можно поставить на вот такой вот удлинитель, и тогда она изгибается и позволяет в труднодоступное место подлезть значительно удобнее. Есть небольшая рукояточка, которая позволит на короткой где-то чуть-чуть придавить. И вот такая вот, может быть, одна из самых ходовых будет. Это вот угловая насадка, которая делает ее одной из самых употребимых. В различных вариациях могут поставляться, в четырех различных вариациях просто угловая насадка с рукояточкой вот этой. Может быть, угловая... Вообще самая полная комплектация вот эта. Да, угловая насадка просто с вот этой вот ручкой. Кстати, здесь еще в комплекте будет идти ручка сзади спрятана. То есть где-то два в одном получается. Следующая вариация это с длинным зондом. Ну, сзади опять-таки ручка, опять-таки тоже два в одном. И вот это вот уже получается три в одном. То есть короткая, вот она, это сзади ручка. Средняя и самая длинная с трассированным зондом. То есть форму не возвращается. То есть форму держит. То есть ты можешь это подлесить, чтобы... Потому что бывает, знаешь, на дешевых порядок раз и выдвигается обратно. Ну, там тросик стоит, который ее вытягивает обратно. Здесь... Ну и пару слов о пробочниках, наверное. Это такие сверлышки. Ну, да, эта штука, кстати, не новинка ни разу. Но про нее... Широко известная в узком кругу. В принципе, штука недорогая. Здесь я, наверное, даже цену могу вспомнить. Где-то порядка, по-моему, там... 350 рублей. Нет, 1000-2, по-моему, стоит. Ай! Собственно, штука чем интересная? В комплекте идет... Давай пока. Да, помимо шестигранников два таких пробочника и два сверла для того, чтобы просверлить и закрутить шурупчик. Они идут по размерам, соответственно, друг другу. Соответствуют, соответственно. Соответственно. Вот этим вот пробочником мы высверливаем пробочку. Вот этим вот мы делаем, формируем отверстие под шурупчик. Ну, и вот эту пробочку мы забиваем вместо установленного шурупа для того, чтобы его каким-то образом замаскировать. В зависимости от диаметра шляпки шурупа подбирают размер этого самого пробочника. Большой длинный шуруп. Берем и пробочник соответствующего размера. Здесь вот есть номера. Номер 8, номер 10. Вот я взял как раз десяточку. Номера как раз соответствуют диаметру сверления. Десятый номер это 12,7, то есть полдюйма. И восьмой номер это 9,5 миллиметра, то есть 3,8. Ты правильно посчитал? Да, 3,8. Ну вот, сюда можно закрутить шурупчик, или нужно, или должно. И рядышком выбираем пробочку. О, а теперь надо что делать? По феншую полному надо еще шлифануть. Ну так неплохо, кстати. Почти что попали. По колхозе, но если чуть больше шлифануть, мне кажется, будет вообще огонь, да? В общем. Не, все равно бракодила. Ну, в любом случае, во всем нужна осноровка, закалка, тренировка. Да, ну вот так, тестер был пилотный вариант. А в режиме я у мамы криворучка, не так. Слушай, это мой стиль тоже как раз, да, с тобой вместе одинаково. Мне нравится вот эта компоновка, сбалансированная, да? Фрезы, ну вот фрезы, вот смотрите, вот так вот выглядит. Ну на самом деле это вот старый наборчик, сейчас я не уверен, что именно этот набор поставляется. Хотя нет, почему он есть, да, он есть. И есть вот такой вот большой набор. Большой, это по приконе смотрится. Ну и разумеется, есть все это дело по штучным. То есть они есть в штучной фасовке. То есть вот такой вот большой набор. Это все фрезы, которые идут с 8-миллиметровым хвостовиком, под 8-миллиметровую цангу. Различные вариации. А что надпись Encore? Не знаю, ты, наверное, подписал. Провокатор. Кстати, смотри, даже не погружные, да, получается, раз у них здесь не до конца идет. Это только чисто кромочность. Зарезаться. Самые топовые размеры здесь собраны, на самом деле. Да, на хвостовиках фрез указаны максимальные обороты, которые допускают работы этой фрезой. В хвостовике фрезы. 35 тысяч, наверное, да? Ну, вот в данном случае это 18 тысяч. А, 18 тысяч. 18 тысяч обормотов в минуту. Слушай, не помнишь, на фрезе сколько оборотов? До 25 тысяч обычно. До 25 тысяч, да. Есть 30 тысячные, но обычно 25-30. Ну и, собственно, указано еще точно так же отклонение этой фрезы, предельно допустимое для этого инструментария. Вот в данном случае это 5 сотых. О, 5 тысячных. Нет, сотых, посмотрите, 0,5. А, да, 100, 100, 100, точно. Предельное отклонение. Ну, в принципе, это указывает на то биение. Ну и на самом деле это будет указывать еще на то, будет или не будет подгорать заготовка, если на напайке друг относительно друга выставлен достаточно ровно. Ну, это класс фрез доступный или прям суперкрутой, как ты считаешь? Ну, это в принципе, ну что значит суперкрутой? Там же есть фрез, там фрейл, допустим, да, это эфирменный, итальянский, там, который фреза 2-3 рубля стоит, там, я не знаю, CMT, вот какой категории ценовой примерно как CMT позиционирование? Ну, я думаю, да, ценовое позиционирование примерно как CMT и, ну, соответственно, качественное позиционирование примерно то же самое. Ну, выше инкора. Да, единственное то, что все-таки для нас это не основное в направлении бизнеса в сравнении с CMT, поэтому ассортимент у нас будет сравнительно небольшой. Это самые ходовые направления фрез. Ты больше удивлен, но большинство фрез продается, 90% продается именно, вот знаешь, там, вот прямые фрезы, вот эти вот, ну, как они точно называются, галтельные или галтельные. Ну, галтельные, как раз, которые позволяют круглять кромочку, кромочные фрезы, V-образный паст. Там, на самом деле, где-то фрез 15-20, как раз, может быть, именно вот этот вот набор и есть. Ну, собственно, если вас не устраивает качество тех фрез, которые вы сейчас используете, и хотели бы попробовать что-то другое, прекрасный повод как раз попробовать все это дело. На чемоданчике, который, Товкейс, есть еще вот такая вот великолепная штука. Здесь можно организовать, организовать хранение этих самых чемоданчиков, то есть... Ну, это другие чемоданчики, смотри-ка. Ну, форм-фактор тот же самый, их начали делать еще когда-то тогда, но, собственно, потом их пересмотрели, переделали вот в эти штуки. Это торксовый набор. У меня есть, так сказать, очень интересный проект, который я немножко поддерживаю. Это называется до революции. Они все время работают с торксами, мне под них торксов не хватает, я с некоторым запасом им держу, делюсь ими иногда. Биточки сюда короткие. Нет, это обычные. Итак, друзья, спасибо большое, что посмотрели наш набор, набор, обзор на набор, набор всего на оснастку. Мы сегодня протестировать, постарались показать вам плюсы-минусы. Надеюсь, вам было интересно. И для тех, кто дождался до конца своего любимого розыгрыша, вот, предлагаем вам поучаствовать. Андрей привез такой подарок, вы оставляете отзывы, комменты. Вы оставляете комментарий какой-нибудь под этой публикацией. Комментарий ваш означает о том, что вы хотите выиграть вот эту самую штуку. Подписочку обязательно. Собственно, комментаторов будут проверены на подписку, поэтому, если ты не подписан, прокомментируй. Так, ладно, это мы оставляем сюда, на розыгрыш уходит. Да, угловая насадка, в общем, кому-то за углом будет работать удобнее. Все, пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!